Brexit так Brexit. Участники саммита в Брюсселе, первого за всю историю ЕС, прошедшего без представителей Великобритании, согласовали стратегию по выходу Лондона из сообщества за 4 минуты. Это абсолютно рекорд по скорости принятия решений на саммитах ЕС. Слово дня, unity или единство. Саммит наглядно показал, в вопросах развода с Великобританией в европейских рядах не возникло ни малейшего раскола. Стратегия ЕС будет единой, согласованной и крайне прагматичной. От Лондона потребуют, во-первых, сделать все, чтобы граждане ЕС чувствовали себя на Туманном Альбионе как дома, в том числе и упростить процедуры предоставления вида на жительство. Участники также напомнили, что Британия должна выплатить Евросоюзу более 60 миллиардов долларов по своим финансовым обязательствам. Словом, Терезе Мэй дали понять, что ее стране стоит избавиться от иллюзий о быстрых и легких переговорах по выходу из ЕС. Перед тем, как приступить к переговорам о наших будущих отношениях с Великобританией, нам необходимо добиться прогресса по правам граждан и финансам, а также в пограничных вопросах, связанных с Ирландией. Сейчас трудно сказать, когда мы выполним эту задачу. Вместе с тем, решать, удалось ли достигнуть нужного прогресса, будут 27 стран Евросоюза. Восьмистраничный проект рекомендаций, предложенный Дональдом Туском, был представлен государством-членом ЕС еще в марте. На саммите его приняли практически в неизменном виде. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что крайне впечатлен единством стран сообщества. Он также подчеркнул, что приоритетным вопросом при разводе будут права граждан. Порой мне кажется, что наши британские друзья недооценивают технические сложности, с которыми нам придется столкнуться. Один только вопрос о правах граждан на самом деле представляет собой 25 разных вопросов, требующих решения. Еврокомиссия и Мишель Барнье уже приготовили, касающиеся этой темы, документы, подписать которые можно прямо сейчас, если, конечно, на это согласна Великобритания. Сами переговоры начнутся в июне, после выборов в Соединенном Королевстве. Если консерваторы во главе с нынешним премьером их проиграют, то не исключено, что Лондон даст обратный ход. В Евросоюзе уже заявили, что с радостью вернут Великобритании 28-й номер в списке стран Единой Европы. Цичунь на CGTN